Доверяй, но проверяй. Хотя в последнее время эта пословица обретает другое, более актуальное звучание. Проверяй, но доверяй. Ежемесячно несколько надзорных органов проверяют работу местного самоуправления. В Чувашии создана межведомственная комиссия по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности. Сегодня прошло ее заседание. Работа проверяющих не из простых. Надо не только выявить нарушение и выписать штрафы, но и сделать так, чтобы не отбить у проверяемых охоту работать дальше. После того, как за бизнес вступился президент страны, количество проверок в адрес предпринимателей уменьшилось. А вот органы власти по-прежнему под постоянным контролем. Мониторинг надзорных деятельностей в отношении органов местного самоуправления республики показывает рост числа проверок и увеличение штрафных санкций. В среднем на один район или город приходится 13 штрафов на сумму 90 тысяч рублей. Наибольшая доля штрафов была наложена представителями Государственного пожарного надзора, Главного управления ЧС России по республике, УФАС России по республике, Управлением Роспотребнадзора по ЧС Республике и органами прокуратуры. Бороться с нарушениями необходимо. И органы власти всех уровней готовы всячески содействовать в этом контрольно-надзорным структурам. Но проверки не должны быть самоцелью. Между тем, проверяющие иной раз запрашивают документы и сведения, которые находятся в открытом доступе. На наш взгляд, чрезмерное количество проверок, запросов и представлений, нередко формальных и проводимых для галочки и для улучшения статистики, существенно осложняет работу органов местного управления. У столичной администрации контрольным органам свои претензии. Порой по итогам проверок организации должны выполнить то, что не входит в их компетенцию. А некоторые предписания просто невозможно выполнить в срок. Например, нанести дорожную разметку зимой. За неисполнение, по словам Леонида Черкесова, администрация города выплатила штраф 24 тысячи рублей. Рассказал глава города и о длительной судебной борьбе между администрацией города и УФАС. За 19-й год антимонопольным органам в отношении администрации города возбуждено 78 дел. Из них 23 решения УФАС по Чувашской республике признаны арбитрожным судом недействительными. Две жалобы администрации удовлетворены частично. В стадии судебно-разбирательства находятся 24 дела. Шесть дел прекращены антимонопольной службой в связи с отсутствием конкретных отношений. И три приостановлены. 14 предписаний подлежат исполнению, а четыре из которых исполнены. Уже за первый квартал 2013 года возбуждено 23 дела. Из них рассмотрение двух дел УФАС по Чувашской республике прекращено. По пяти решениям УФАС по Чувашской республике администрация признана нарушившая антимонопольное законодательство. 16 дел находятся на рассмотрении УФАС по Чувашской республике. Но разумеется, проверки необходимы, и они действенны способом устранения нарушений. По словам Николая Петрова, замначальника главного управления МЧС, ситуация меняется к лучшему. Если за три месяца 2012 года было 620 нарушений противопожарной безопасности, то в этом только 108. В прошлом году 35 лиц привлечены к ответственности. В этом 5. Основные нарушения, отсутствие инструкции, неготовность к приезду пожарных машин, где-то не проводится обучение. Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежду Логовская констатировала, что за первый квартал 2013 года территориальными отделами управления проведены три внеплановые проверки. Отношения органов местного самоуправления. Из них две по исполнению ранее выданных предписаний и обязательных требований. Один по обращениям граждан. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.